День воскресный, день чудесный, а я к вам спешу с новым актуальным сюжетом. И сегодня мы поговорим о рынке недвижимости в Российской Федерации. Своя квартира. Для кого-то это цель всей жизни. Кто-то же выбирает всю жизнь снимать в аренду, но при этом вкладывать куда-то деньги и на этом зарабатывать. Но мы сегодня поговорим о реалиях. Я связался с рядом риэлторов, агентов по недвижимости, экспертов в области недвижимости и задал им ряд одинаковых вопросов. Что происходило в Российской Федерации с недвижимостью до 21 сентября и что происходило после объявления мобилизации. Частичной мобилизации, про которую нам говорят, что скоро она закончится. Было интересно, как изменился рынок, ведь многие люди начали уезжать из страны. Кто-то начал на этом пытаться заработать. Так вот, ребята, прямо сейчас вы услышите подробную информацию из первых уст от людей, которые этим профессионально занимаются. Смотрите, анализируйте, делайте для себя выводы. Я уверен, что на сегодняшний день этот ролик мега полезный и вам стоит его досмотреть до конца. Прежде чем мы начнем, прежде чем мы начнем, я вас знакомлю со спонсором выпуска и мы переходим к основной теме. Приятного просмотра. Друзья, прямо сейчас я хочу поделиться с вами информацией, которая поможет вам сэкономить кучу денег. А рассказать я вам хочу про телеграм-канал Халявчики. Над этим каналом работает целая команда ребят, которые каждый день мониторят различные магазины, маркетплейсы и ищут скидки. И самое главное, что находят там товары по самым низким ценам. Бытовую технику, смартфоны, гаджеты, товары для дома, бытовую химию и многое другое. Вот, например, такую стиральную машинку можно было купить за 23 тысячи, в то время как везде почти на 15 тысяч рублей она была дороже. Или айфон 13 на 7 тысяч дешевле, чем в других магазинах. Еще они рассказывают про банковские акции. Например, можно получить бонус 4 тысячи рублей, если вы потратите 8 тысяч рублей. Обо всем этом они подробно рассказывают у себя на канале. И самое главное, что уже на днях будет распродажа года Черная Пятница, на которой ожидаются большие скидки. Так вот, ребята держат руку на пульсе и выискивают различные купоны, скидки. В общем, все то, что может помочь, в первую очередь, вам сэкономить ваши деньги при необходимой покупке. Кстати, а еще они разыгрывают айфон 14 или плейстейшн 5. Победитель сам выберет подарок. А информация подробная о розыгрыше есть в закрепленном сообщении в канале. Ссылочка, как обычно, уже ждет вас в описании. Или же, если вы смотрите с телевизора, пожалуйста, сканируйте QR-код и подписывайтесь на канал Халявщики. Добрый день, меня зовут Наталья Требина, я агент по недвижимости, работаю по Москве и Московской области. Если объективно рассмотреть, что происходило на рынке недвижимости до 21 сентября, то ситуация была примерно такая. Было очень много бытовых сделок. Бытовые сделки – это когда кому-то нужно расшириться, то есть продать свою квартиру, купить большую, либо наоборот разъехаться. Не сказать, что рынок был очень сильно динамичный, но тем не менее, людям во все времена нужно где-то жить, и потихонечку эти процессы шли. Конечно же, на рынке и тогда было очень много людей, которые не так давно, либо давно, купили недвижимость с новостройки и хотели ее продать за дорого. Сказать, что рынок был очень динамичный – нет, нельзя. Я могу его назвать скорее таким вяло-текущим, но тем не менее, сделки шли, просто они не были такими быстрыми, как год назад, когда кто-то что-то пришел, выбрал и тут же купил. Нет, людям нужно было на это больше времени, потому что когда один человек приходит покупать недвижимость, ему же нужно при этом еще и на свою недвижимость найти покупателя. И вот это занимало уже на тот момент чуть больше времени. Но продать все хотели по мартовским ценам, то есть люди четко запомнили ту самую аномалию, которая была в марте, когда люди в агонии хотели купить лишь бы что-то купить, и многие на самом деле купили какие-то неликвидные варианты, какие-то варианты за очень дорого. Соответственно, те, кто не продали в марте, по-прежнему хотели продать в июне или в июле по этим мартовским ценам. То есть, соответственно, донести им, что вот той агонии больше не будет, и кто успел, тот и съел, уже было достаточно трудно. То есть, соответственно, как правило, новостройки, переуступки в массе своей все стояло. Просто у нас мы видели какие-то рекламные объявления, кто-то там двигался, не двигался, но по сути какой-то динамики не было. У нас разделилось сейчас, скажем, время до мобилизации, что было и после. До мобилизации у нас все ожидали падения ставок на вторичном рынке, что действительно происходило. Недвижимость на вторичном рынке Санкт-Петербурга падала на, скажем, на такой сегмент эконом, она падала в районе где-то 20%. На элитный премиум сегмент это было больше, составляло порядка 30 и выше процентов. Примерно 35% это можно смело сказать, потому что покупательский спрос на такие объекты, он еще меньше, чем на комфорт эконом сегмент. На первичном рынке у нас ситуация была живая, мы работали, бронировали по акциям, которые устраивали застройщики совместно с банками. Под субсидированные ставки 0,1%, 1% и так далее. Если брать период за 30 дней до 21 сентября, то есть это у нас середина августа, то на момент середины августа, благодаря сезонке, у нас был довольно-таки низкий спрос на все объекты. Это нормально, потому что очень многие люди уезжают в отпуска. Многие агенты и агентства в том числе берут отпуска себе, потому что работы крайне мало, заявок крайне мало, звонков и спрос на недвижимость в целом очень низкий. Это нормально, так было и из года в год. На момент сентября-октября люди повышали спрос со звонками и так далее. То есть уже начиная где-то с 2-го, с 3-го сентября спрос на всю, в принципе, недвижимость начал расти. И это тоже нормально. То есть все агентства и агенты, я думаю, предполагали, что осенью спрос восстановится и все будет хорошо. Я работаю в основном в комфорт-бизнес-классе. И экспозиция сейчас этих объектов, она может занимать как минимум от полугода до года. Если мы говорим о том, что в начале сентября обычно происходит сезон недвижимости, и люди как-то активизируются, они пытаются решить свой же личный вопрос, то в этом году такого не было. То есть в конце лета все ждали начала сентября, но в начале сентября никакого прям суперактивного спроса мы не увидели. То есть да, были покупатели, они приходили, но опять-таки же они приходили уже на те объекты, где цена была уже снижена. Не то чтобы даже к рыночной она приравнивалась, она уже была от рыночной, там минус 10, минус 15 процентов. И опять-таки же я работала каждые две недели своими собственниками, чтобы как минимум поймать вот эту волну покупателей, которые ходят по рынку, чтобы привлечь их внимание. Меня зовут Ольга Киричок, я в сфере недвижимости более 20 лет. На протяжении 15 лет руковожу собственным агентством в городе Брянске. Все знают, что Брянск это приграничный город, и хочу вам немножко рассказать, как в связи с последними событиями обстоят дела в сфере недвижимости в нашем замечательном городе. Если говорить о рынке до февральских событий, в принципе, у нас был рынок максимально активный, большое количество было сделок и на первичном рынке, и на вторичном рынке, очень способствовала льготная ипотека, конечно, процентов 90 это все были ипотечные сделки. В среднем стоимость за квадрат увеличилась процентов на 30-40. После февральских событий резко был, конечно, обвал спроса, цены остались практически на том же уровне, но очень много потенциальных покупателей, кто планировал приобретение, они временно приостановили эти все вопросы, и продавцы в том числе тоже отказывались, снимали объекты с реализации, поэтому на сегодняшний день у нас достаточно такая маленькая база, выбор объектов, которые вообще мы предлагаем в нашем городе. Мы постепенно адаптировались, естественно, и переключились больше на вторичное жилье в бюджетном сегменте. Что касается первичного жилья, продажи просели процентов на 90, но цены остались на том же уровне, то есть застройщики цены не снижают, и, как они говорят, мы не планируем снижать, но продаж практически нет вообще. Поэтому, как я уже сказала, мы занимаемся вторичным жильем, конечно, пострадал также спрос и в элитном сегменте, продажа, аренда, практически 100% все стоит. На капусту мы заметили то, что вырос спрос на покупку квартиры, и действительно, ведь отложенный спрос не может откладываться бесконечно долго. Людям так или иначе нужно приобрести жилье. И к капусту мы заметили, что спрос на покупку квартир вырос. Также банки достаточно неплохо выдавали ипотеку под 7-8-9% годовых, что тоже способствовало росту покупательской активности. Но предложение на рынке недвижимости значительно выросло по сравнению с тем, что было год назад. Поэтому без скидки 10-15% продать было квартиру достаточно сложно. Кроме того, повысился интерес покупателей к начинке квартиры. То есть, если раньше покупатель более-менее лояльно смотрел на то, что в квартире нет свежего ремонта, то, что бытовая техника оставляет желать лучшего, то к августу этого года ситуация изменилась. Потому что некоторые производители ушли из России. Соответственно, поиск элементов отделки бытовой техники и прочего превратился в настоящий квест. Надо было не просто найти и выбрать, надо было доставать какие-то вещи. Слово «доставать», кстати говоря, к нам пришло из Советского Союза. Это любимое слово «достать». То есть, найти, договориться, уговорить, какие-то остатки с кем-то там, какую-то, может быть, взятку дать и так далее. Сейчас похожая ситуация. Больше всего пострадал спрос на квартиру в бетоне, потому что, соответственно, покупатели не хотели заморачиваться для того, чтобы начинать с нуля делать большой дорогостоящий ремонт и, соответственно, заниматься этим квестом по поиску необходимых стройматериалов, элементов отделки, бытовой техники, мебели и прочего. Новостройки по-прежнему у нас субсидируются, ставки по ипотеке. И, соответственно, застройщики придумали еще много разных маркетинговых фишек, например, минимальный первоначальный взнос, либо вообще отсутствие взноса и минимальная процентная ставка, например, менее 1%. Разумеется, все эти маркетинговые трюки не были бесплатными. К стоимости квартиры добавляли 2-3, а то и более миллионов рублей. Соответственно, застройщики тоже себя вроде как начали чувствовать неплохо. Что же касается аренды, то где-то с середины августа по конец октября достает высокий сезон московской аренде, то есть повышенный спрос. Приезжают студенты, приезжают люди устраиваются на работу, возвращаются из отпусков. Вся эта масса нанимателей давит на рынок всегда с середины августа по конец октября. Самые высокие цены, самый большой спрос на радость собственникам и на печаль нанимателям. В этом году можно сказать, что спрос был ниже, чем в прошлом году. Все-таки ситуация действует. Это то, что было до 21 сентября. Вот в этом выпуске я специально не буду давать никаких своих комментариев, для того, чтобы вы послушали людей, кто этим занимается, и уже сами анализировали, делали для себя какие-то выводы. Поэтому, ребята, с кем-то из людей вы можете не согласиться сказать, что у вас свое видение. Подчеркиваю, страна большая, в каждом городе, в каждом регионе ситуация может меняться. Точно так же, как они рассказывают о том, что у кого-то продажи идут хорошо, у кого-то продажи идут плохо. Все это индивидуально. Самое главное донести до вас информацию. И, кстати, хотите прикол? У меня есть еще один спонсор выпуска. Уверен, что сегодня многие предприниматели и собственники бизнеса задаются вопросом, а как сохранить свой номер, находясь за рубежом? Особенно, если ваш номер ключевой, и вы его использовали для вашей работы и раскручивали годами, а то и десятилетиями. Лояльность и доверие клиента компании – один из важнейших критериев успешного течения бизнеса. И сохраняя свой номер телефона, вы уменьшаете риски потерять очередного потенциального клиента. И вот как же решить эту проблему, спросите вы? А я вам рассказываю. Переезжая за границу, единственная возможность звонить и принимать звонки с российского номера – это переход на IP-телефонию. И вот одним из лидеров в данной сфере является компания, о которой я вам ранее уже рассказывал. Имя ее – UIS. Компания UIS уже более 20 лет успешно предоставляет услуги связи для бизнеса и по сей день готова оказывать помощь каждому предпринимателю сохранить и настроить надежные коммуникации с клиентом из любой точки мира. Загибаем пальцы преимущества работы с компанией UIS. Быстрая работа технической поддержки – раз. Стабильная надежная связь – два. Соотношение цена-качество – три. И сюда же добавлю высочайшая оценка Яндекса в сегменте. Возможность сохранить уже используемый номер телефона – четыре. Ну и пять – это помощь даже самым неопытным. Стараются детально разложить ответы на все вопросы своих клиентов. Ну и конечно же больше подробной информации вы найдете по ссылочке в описании. Все те, кто подписан на канал, смело называйте промокод «Машков Дмитрий». Компания UIS подарит вам тысячу рублей на бонусный счет для того, чтобы вы могли потестировать сервис. Пользуйтесь на здоровье. Если мы говорим о той перспективе, которая будет дальше на рынке недвижимости, здесь я могу сказать только субъективно. То есть это мое личное мнение. Я считаю, что так. Первое, что рынок развернется где-то на минус 15-20% от цен в рекламе цена. Второе, сделки будут в массе свои цепочные. То есть это так называемые альтернативные, либо как называют это в регионах, встречные сделки. Достаточно вязкие, достаточно длительные. То есть они будут занимать одна сделка 2-3 месяца. Потому что у нас есть один человек, который хочет продать недвижимость. Ему нужно немножко добавить, чтобы купить вторую. Второму нужно добавить, чтобы купить третью. Но на всех этих этапах будут определенные сложности. Будет много сделок с опеками, ипотеками, маткапиталами и прочим. И соответственно, самое главное, самый ценный человек в альтернативной сделке, это верхний покупатель, как это называется в народе. То есть тот человек, который пришел с деньгами, а остальные уже друг дружке что-то свое добавили. Вот этого самого верхнего покупателя будет найти непросто. Потому что верхний покупатель будет избирателен, верхний покупатель будет капризен. У него будет большой выбор. Он будет понимать, что я вот тут с деньгами условно один, а вас много. Соответственно, договариваться будет уже намного сложнее. Скажу, что по своему опыту, опыту февральскому, я ожидал, что рынок впадет в анабиоз после 21 сентября, так же, как он впал после 24 февраля. Что это означает, впал в анабиоз? Это означает, что вот эта грань между цена-спрос, вот этот механизм, чем ниже цена, тем выше спрос, он ломается, и вне зависимости от того, какую цену ты устанавливаешь, спроса на объекты нет. Я с этим столкнулся в феврале-марте, то есть, когда объект начал продаваться по рыночной стоимости, не было звонков, ниже рыночной стоимости на 2%, на 5% звонков не было. Естественно, что когда-нибудь объект продастся сильно ниже рынка, то есть, тогда уже зайдут инвесторы, тогда и зайдут различные организации, которые занимаются так называемым срочным выкупом квартир. Но если мы говорим про людей, которые смотрят недвижимость для себя, у них вопрос недвижимости, он стоит совсем не в приоритете. И, собственно говоря, в таком случае рынок просто мертвый. Рынок мертвый был где-то с середины марта до мая, до середины мая. Значит, я ожидал, что после 21 сентября ситуация повторится, только на более маленький срок. После объявления мобилизации ситуация резко изменилась. То есть, в пределах где-то 10 дней все стагнировало. Соответственно, люди прекратили покупать, продавать. Это мы говорим об общей массе населения. Конечно, сделки шли. Кто-то, наоборот, решил купить, кто-то приостановил продажу. Но в целом тормознула ситуация и замерла в ожидании. Сейчас то, что происходит после уже того, как люди немного отошли от такого шока, который они не ожидали. Как в любой кризис, то есть ситуация всегда меняется и люди реагируют. Так вот, что касается вторичного рынка, то у нас сейчас на рынке появилось еще больше предложений по продаже. Соответственно, ценник еще будет несколько опускаться на вторичную недвижимость. Это наше мнение, то, что мы видим сейчас по результату вот этой мобилизации. Связано с тем, что многие просто клиенты уехали либо на постоянное место жительства в какие-то страны, из которых я могу перечислить, это Турция, это Арабские Эмираты и Таиланд. Некоторые клиенты уехали временно, скажем так, ничего не предпринимая с недвижимости, либо нам передали в аренду свое жилье, чтобы не терять прибыль и какие-то деньги, чтобы у них были на жизнь. Потому что тоже не понимают, на какое время. Понятно, что ситуация стабилизируется, но на данный момент так. После событий 21 сентября, опять было определенное затишье, опять очередное затишье, очень много сделок не состоялось, покупатели отказывались от приобретения объектов недвижимости. Это не повлияло особо на стоимость жилья. Конечно, какие-то скидки процентов 5-10, они приемлемы, они были на протяжении этих полулет, особенно тем, кому нужно было продать свой объект недвижимости. Еще очень много в соцсетях есть информации о том, что очень большие скидки, очень большое количество мужчин покидают территорию Российской Федерации, призывного возраста, уступают чуть ли не в полцены и продают свою недвижимость. Я могу на это сказать, что у нас этого нет точно. Да, у нас уже есть сделки в нашем агентстве, небольшое их количество, когда действительно человек планирует в короткие сроки покинуть территорию, ему необходимо реализовать. Но скидок больших не делают. Процентов 15-20, не более. Есть такие у нас клиенты, которые оформляли доверенность на своих близких родственников, тоже уезжали. Мы занимаемся продажей этих объектов. Но, опять-таки, я говорю, что это не привело к большому падению цен. Мы остаемся практически на том же самом уровне. Вылилось большое количество предложений по купле-продаже, потому что многие решили просто продать квартиру и уйти в деньги. Например, для того, чтобы приобрести квартиру за границей или просто купить валюту. Это было необычно. Дело в том, что много лет люди боялись сидеть на деньгах и перепрыгивали из одной квартиры в другую. То есть, фактически, делали обмен через продажи. Продали однушку, доплатили, купили двушку. Продали квартиру в регионе, купили квартиру в Москве. А сидеть просто на деньгах более одного, максимум двух месяцев, народ просто боялся. А вдруг цены вырастут, и я не смогу купить себе то, что уже запланировал. Сейчас же ситуация резко изменилась. И народ предпочитает просто получить деньги за квартиру. Это резко контрастирует с тем, что было в марте этого года, когда народ действовал совершенно противоположным образом. Снимал деньги со счетов, продавал валюту и покупал квадратные метры, то есть квартиры. Сейчас все немножко иначе. Если мы говорим о том, что после 21 сентября произошло, естественно, затишье, но произошло где-то, наверное, на неделю, опять-таки же я сужу по тем объектам, которые я продаю, и они были в очень хорошей такой комфортной цене, то люди, приходя на них, они все равно от нее даже просили торг. И ввиду этого у меня собственник даже один отказался продавать, то есть ему было больно согласиться с той ценой, которая сейчас задала рыночную тенденцию. То есть это не мы ее придумали, это не собственник ее придумал, это рынок покупателя дал такой отклик по этому объекту. Если мы говорим о, например, каких-то более высоких чеках, то есть у меня есть объект, например, 150 метров в бизнес-классе, за него нам предложили как раз-таки в сентябре сначала 65, потом люди ушли, через неделю пришли и предложили за него 52 миллиона. Также у своих коллег, я знаю, что у них есть такие же кейсы, и помимо того, что они сами снижают этот объект достаточно активно, еще и сам покупатель, когда на него приходит, то есть он максимально жестко торгуется, он понимает, что это сейчас его рынок, в основном покупатели приходят с наличкой, то есть я очень давно не видела ипотечников. В связи с этим я могу сказать, что сейчас на этот спрос в том числе влияет ряд факторов, то есть это огромный ток населения, который произошел еще в феврале, и он происходит до сих пор, это огромное количество предложений на рынке, потому что они появляются каждый день, если раньше в одном комплексе было 15 похожих квартир, то сейчас это может быть 40-50 лотов, и естественно, чтобы обогнать конкурентов, здесь нужно работать только с ценой, с качественным контентом, и как-то презентабельно этот объект преподнести покупателю. Покупатели сохраняют все в избранной, они ждут самого, скажем так, ликвидного предложения, например, по какой-то локации, и тогда они только начинают звонить. То есть по звонкам в целом я могу сказать и по работе, да, то есть мы ощутили огромный спад, надеюсь, что, возможно, к декабрю это все как-то более-менее сможет ожить, да, но мы зависим очень сильно от политической, от экономической ситуации, да, в недвижимости. Все эти факторы, они очень сильно влияют. После 21 сентября действительно рынок впал в такое оцпенение, действительно количество заявок, звонков и прочих всех историй заметно сократилось, я бы даже сказал, было около нуля, но это продлилось буквально неделю. После этого заявки продолжились, звонки продолжились, спрос начал, ну, продолжил свое плавное восстановление. Мы сейчас не говорим о том, что цены растут, мы сейчас не говорим о том, что все объекты уходят выше рынка, нет, мы сейчас говорим о том, что у людей в целом вопрос и потребность в недвижимости есть, и он остался, и люди продолжают над этим вопросом, над этой проблемой работать и свои потребности закрывать в виде там покупки или продажи недвижимости. Вот, значит, то есть на данный момент никакого анабиоза нет, мы не говорим о повышении цен, рынок на данный момент, как и, я думаю, что с февраля, если брать, рынок плавно падающий. Значит, никаких предпосылок о том, чтобы это падение остановилось или какое-то появилось удорожание, мы об этом не говорим. Все инвест истории, которые были там до февраля, да, они на данный момент не актуальны, они на данный момент заморожены. Многие очень инвесторы, которые с моей помощью в том числе покупали себе недвижимость, они сейчас на эту всю историю сделали паузу. Какое-то прям массовое, что массово люди побежали продавать и продают там со скидкой в 20-50 процентов. Такого в принципе нету. Это можно найти лишь только такие большие скидки, если человек заведомо ее продает выше рынка. Очень много ты, если зайдешь на ЦИАН, на какой-то еще там сайт объявлений, и зайдешь на один и тот же дом, ты можешь увидеть, что, допустим, однокомнатную квартиру могут продавать там за 7 миллионов и могут продавать за 12 миллионов. Если мы, конечно, возьмем ту квартиру, которая будет стоить 12 миллионов, конечно, человек ее не продаст. И по итогу он ее продаст там со скидкой в 20-30 процентов. Но он сам виноват, потому что он ее выставил не по рыночной цене. Чем люди объясняют это? Они объясняют это тем, что, как всегда, что сейчас кризис, охота продать подороже, но, естественно, они не продают, продают только те квартиры, которые сейчас идут по рынку. В принципе, это было всегда, это ничего нового. Что касаемо массового, такого, что прям выкинули все объявления, такого тоже не наблюдается. Даже если кто-то и переехал, на самом деле, мне кажется, они еще до конца не понимают, долго ли они уехали. Даже если мы говорим про сентябрьские события, про мобилизацию, все равно, мне кажется, еще многие в голове оставляют, что мобилизация пройдет, со временем все вернутся. У кого была квартира, все равно им надо будет эту квартиру, и они обратно туда вернутся. А кто, допустим, уехал, мне кажется, это больше у кого была съемная квартира. Скорее всего, сделки будут где-то в диапазоне минус 15-20 процентов от пожеланий людей в рекламе. Потому что называть то, что у нас есть в рекламе ценами, тоже будет неправильно. То есть в рекламу, когда выходит обычное физическое лицо, такое же, как вы, такое же, как я, человек там обозначает, как он видит цену и ценность своей недвижимости. Нельзя не отметить, что будет большой всплеск продаж ипотечных квартир с минимальным первоначальным взносом. Вы же знаете, что в рекламе весь этот год мы видели возьми квартиру без первоначального взноса, возьми с минимальным первоначальным взносом и так далее. И очень много людей купили себе квартиры примерно в таком соотношении, что квартира стоит 10 миллионов, а первоначальный взнос у них был буквально 1 миллион рублей. То есть это 10 процентов. Соответственно, чтобы продать квартиру, им нужно найти покупателя, который закроет за них эти самые 9 миллионов. И таких квартир будет много. Потому что люди, которые берут себе ипотеку с 10 процентов первоначальным взносом, либо вообще с нулевым первоначальным взносом, зачастую не очень сильно финансово грамотно и не очень прочитали свои стратегии. Соответственно, справиться с этой ситуацией будет трудно. Их будет много. И как будет этот решаться вопрос, неизвестно. Оттуда же, в принципе, и рост ставок, который у нас пошел сейчас, оттуда же, в принципе, и заявление высокопоставленных чиновников о том, что ипотеки с минимальным первоначальным взносом, со ставкой 0,1 и так далее, нужно просто отменить. Потому что иначе на рынке будет вот такой вот бум. Но по сути своей, то, что сейчас готовы все эти ставки отменить, увеличить первоначальный взнос, навряд ли спасет тех, кто уже всего этого добра набрал. И теперь с этим нужно как-то справляться. То есть людям нужно либо банкротиться, либо это все как-то продавать. Продавать трудно, потому что покупателей мало. Соответственно, придется давать большой дисконт и продавать квартиру в убыток. То есть фиксировать свои убытки. То есть, соответственно, ни о каких там плюсах, доходах, инвестициях речи не идет. Для того, чтобы не обанкротиться и не свалиться в финансовую яму, люди будут продавать квартиру в минус. То есть, соответственно, человек внес там свой 1 миллион, 2 миллиона рублей, продал с дисконтом, потому что у него есть ограничения, обременение. Вдруг он еще и маткапитал туда использовал. То есть, по факту, после продажи квартиры, скорее всего, он сможет только в лучшем случае закрыть это ипотечное плечо, то есть внести деньги, которые он должен банку. Свой первоначальный взнос этот человек потеряет. Соответственно, мы ожидаем, что вторичное жилье еще будет падать. Также этому способствует еще повышение ставки на 0,5% на вторичную недвижимость. Что, в принципе, например, тоже было неожиданностью, потому что все говорили, что, ну, все это, я имею в виду, клиенты в кулуарах, все говорили, вот и вот еще снизят, вот-вот еще снизят. Но на вторичку у нас, к сожалению, подняли ставку на 0,5%. На первичку, сейчас октябрьская сумасшедшая просто акция, которая вызвала бум просто продаж, это ипотека за 1 рубль в месяц. Это когда вы вносите свой первоначальный взнос, а затем банк вам выдает первый транш 100 рублей, и вы платите там 2 или 3 года до ввода в эксплуатацию объекта всего по 1 рублю в месяц. Соответственно, люди, у которых были деньги на вкладах, они их достали, ну, там, либо в валюте, сделали первоначальный взнос, купили жилье себе на первичном рынке, спокойно строят, и в этот момент, пока строится жилье, они, соответственно, ничего фактически не платят 1 рубль, могут спокойно снимать аренду, либо впоследствии что-то, есть время для реализации своих объектов. Акция спровоцировала большой спрос и продажи. Что будет дальше? Что будет дальше? Дальше ситуация очень сложная, спрогнозировать, ну, на самом деле сейчас, наверное, не возьмется никто, потому что все будет зависеть от политической ситуации. Одно могу сказать, что на рынке всегда будет, в любой, как в любой кризис, поскольку я работаю очень давно, больше 10 лет, практически 15, ситуация будет меняться, но продажи будут всегда идти в той или иной степени. Нужно просто выбирать для себя условия, в соответствии с своими доходами, рисками и потребностями семьи. Это я рекомендую, чтобы никаких-то таких вот решений быстрых, необдуманных принимать не стоит. Если говорить об ипотеке, да, тоже есть много информации, что банки начали отказывать, там, заемщикам призывного возраста, я этого не наблюдаю. Да, конечно, в анкете появились дополнительные критерии, теперь они берут во внимание, служил, не служил, там, но отказов, как таковых, официальных нет. На стоимость страховки жизни, страхования жизни, тоже пока ничего не отразилось, все в тех же тарифах, как было, так и есть. Но если кто-то говорит, что цены в Москве упали на 50%, то это, возможно, какие-то отдельные, единичные случаи, но это явно не массово, потому что недвижимость обладает большой инерцией, и так быстро ронять цену на квартиру никто не будет, без серьезных каких-то исключительных обстоятельств. А многие предпочитают, скорее, просто закрыть квартиру на ключ и оставить ее на некоторое время, до лучших времен. И, соответственно, убрать эту квартиру из продажи. Во-первых, сейчас боятся брать ипотеки, это первое. Второе, сейчас ипотеки не дают. Не дают мужчинам призывного возраста. В основном одобряют девушкам, женщинам, им, в принципе, это без проблем дают. Что касаемо процентных ставок, ставки подросли, но по банкам это не очень много. Там, можно сказать, от 0,2% до 0,7%. Вот, что касаемо страховки, по страховке я позвонил страховому брокеру сегодня, уточнил. Она на самом деле говорит, ни одна страховка не поменялась. Если мы говорим о том, куда вообще уезжают люди, и если у меня, например, такие клиенты, то у меня сейчас есть в работе два продавца, которые уехали еще до 21 сентября, и мы дистанционно уже готовили пакет документов для сделки, то есть мы делали доверенности в консульстве тех стран, в которых они находятся, для того, чтобы для покупателя эта сделка была более безопасной. Это важный момент на самом деле, и не каждый собственник об этом вообще задумывается, как правильно вообще подготовить доверенность, какие там каноны юридические есть, не все об этом, к сожалению, знают, и потом они просто толкнутся с тем, что они не смогут продать этот объект. Я также знаю, что сейчас это некие реалии, то есть процентов 30, наверное, по рынку сейчас продается по доверенности. К этому, мне кажется, уже нужно относиться нормально, потому что события просто заставили людей уехать, и, скажем так, они сейчас делают все для того, чтобы продать свой объект. Нас ждет огромное количество квартир в продаже, которые продаются по доверенности, потому что многие наши соотечественники уехали за границу, но перед этим они сделали доверенности на своих близких родственников. Я думаю, вы все слышали про так называемую очереди у нотариусов на 2-3 дня, что там был целый ажиотаж. Так вот, самая популярная доверенность среди юристов называлась «все на все». То есть, соответственно, люди делают доверенность на продажу своей недвижимости, на продажу недвижимости из ипотеки, на продажу своих автотранспортных средств и прочего. И здесь будут определенные сложности. Первое, если вы продаете квартиру по доверенности, то речь идет об определенном дисконте, потому что человек, который не профессионал рынка, скорее всего, побоится по каким-то причинам приобретать квартиру по доверенности, потому что элементарно сложно проверить, вообще жив-здоров человек там за границей или нет. Во-вторых, именно на такие объекты будут приходить профессионалы рынка, так называемые срочные выкупы, и прочие просто инвесторы. Соответственно, продажа по доверенности – это примерно минус 20%, плюс-минус, иногда и минус 30% от рыночной стоимости. Для того, чтобы было понимание, приведу очень простой пример. Например, в вашем ЖК продаются 5 однокомнатных квартир, очень схожих друг с другом, плюс-минус схожим ремонтом, и, как правило, плюс-минус по схожей цене. Около 10 миллионов, для простоты счета возьмем. То есть, некоторые объекты стоят 9600, 9800, 10, 10200, 10300. Например, это такая типичная картина. Например, в этом ЖК проживает собственник, которому срочно нужно выйти в кэш, и у него схожая квартира. Если этот объект выходит по цене, например, в 9 миллионов рублей, что происходит дальше? Или там 8 миллионов рублей, в зависимости от того, насколько быстро ему нужно выйти в кэш. Учитывая количество паники после 21 сентября, я думаю, это, скорее, второй вариант. То есть, люди прям сильно ниже продавали. Значит, что происходит в этот момент? В этот момент за вот эти 8 миллионов рублей либо уже инвесторы подключаются, люди, которые покупают недвижимость ниже рынка и потом продают ее в рынке. Либо потенциальный покупатель, действительно, которому нужно закрыть вопрос недвижимости, видит этот объект. Буквально в течение одного-двух дней этот объект, они выходят на сделку. Этот объект продается по этой цене. И в Росреестре появляется информация, что такой-то объект продан по такой-то цене такому-то собственнику новому. И человек получает кэш и уходит. Что происходит с теми пятью объектами, которые продавались в этом ЖЖК? Ничего. То есть, мы говорили бы про понижение цен в том случае, если вот этот объект выходит по цене 8 миллионов, оставшиеся пять квартир, стоящие там по цене выше намного, они начали бы двигаться в цене. И друг с другом соперничая, искали бы своего покупателя. Но такого не происходит. То есть, действительно, есть выборочные, штучные какие-то объекты, которые нужно быстро продать по даже низкой цене, но они не влияют на рынок в целом. Это вот самое важное. На рынок в целом такие объекты не влияют. Значит, и нужно иметь какую-то информацию в голове, что вот эти цены, то, что ниже на 50% и прочее, честно скажу, не верю. Верю в реальные цифры от 20% до 30% ниже рынка. Это да. 50% ниже рынка, опять-таки, эта информация берется напрямую с Росреестра. Нужно не забывать, что многие ребята, которые уехали, которым срочно нужно выйти было в кэш, это ребята молодые. Как правило, эти объекты в новостройках находятся. Значит, либо в новостройках, либо уже свежие дома. То есть, а это к чему? К тому, что там, скорее всего, указывали неполную цену в договоре. Если мы говорим о том, что новостные каналы нам задают некие тенденции и отовсюду говорят, что цены очень сильно упали, там до 50%, я, наверное, с этим не соглашусь. То есть, скорее всего, реальная цифра – это где-то 20-30% от рынка. И это очень сильно похоже на некую картину вот этого мыльного пузыря, который раздулся с ценами, начиная с 2020 года. И он сейчас просто постепенно снижается. То есть, ко вторичке я могу точно сказать, что цены сейчас приходят на тот уровень 2019 года, и с этим просто нужно согласиться. То есть, правила игры очень сильно поменялись на рынке недвижимости. Если вы готовы с ними согласиться, значит, вы дойдете до результата, дойдете до сделки. Если вы не готовы принципиально соглашаться с теми ценами, которые сейчас задает рынок, то значит, вам просто, возможно, нужно отложить этот вопрос и не продавать свою недвижимость. Возможно, через несколько месяцев ситуация поменяется, но пока что это именно так. Естественно, больше всего провал спроса на квартиру в бетоне. Что же касается аренды, то количество объектов на рынке, конечно же, увеличилось, потому что квартиры освобождают даже те, кто снимал ее весной, даже айтишники. Соответственно, количество нанимателей потенциальных уменьшилось. И рынок аренды ждет тоже не очень веселые времена. Соответственно, при таком количестве продаж квартир по доверенности будет и много мошенничества. То есть, проверить доверенность сложно, особенно, когда человек за границей. И я думаю, это мое субъективное мнение, что это будет некое раздолье для мошенников продажа квартир по доверенности с большим дисконтом. Поэтому для тех людей, которые уезжают здесь и сейчас, у меня такие клиенты, конечно, тоже есть. Многие мне говорят, нет, мы продадим квартиру сейчас, да, мы зафиксируем свои убытки, мы продадим ее в минус, потому что уже есть люди, которые приобрели квартиру в марте, то есть на самом пике цены. И сейчас, когда рынок просел, по сути, продавая свою квартиру, они какой-то минимальный свой первоначальный взнос заберут, остальное они потеряют. Но при этом эти люди мне говорят, мы хотим сделать это здесь и сейчас. Потому что если мы уедем и потом будем делать это по доверенности, нам как бы в минус-то не уйти в этой ситуации. Естественно, если вы планируете сейчас уехать, вам нужно это понимать. То есть, если вы планируете уехать в один конец, вам есть куда уехать, вы знаете, что вы там будете делать, то вам нужно продавать ее здесь. Потому что дисконт минус 20% это не самое выгодное мероприятие. Ипотечников я не видела очень давно. То есть, я знаю многих клиентов, которые отказывались. И даже я не рекомендовала брать этим клиентам ипотеку, потому как это сейчас огромные риски. И люди это понимают. Банки тем более рискуют выдавать эти кредиты. Ужесточились вообще условия по выдаче кредитов. Поэтому остается, скажем так, надеяться на то, что большинство собственников просто придет уже к какому-то пониманию, что действительно все поменялось. И если цены начнут приходить более-менее в порядок, то жилищный вопрос, он так или иначе всегда решался. То есть, люди из однокомнатной в двухкомнатную переезжали. Про инвестиции я сейчас абсолютно не говорю, потому что были кейсы, когда люди вот как раз, наверное, после 21 сентября прям звонили или писали на каких-то нам площадках о том, что они готовы забирать эти объекты, но там вот прям дисконт был 30%, то есть это перекупы. Тот, кто готов с этим согласиться, кому срочно, наверное, тоже соглашались на такие истории, но я на своей практике такого не встречала. Появился особый интерес к апартаментам, то есть к недвижимости, где нет прописки. Это понятно. В такой квартире в 5 утра из военкомата не постучат для того, чтобы вручить повестку. Кроме того, появились снова вопросы при аренде, то есть кто собственные квартиры и есть ли там прописанные мужчины или женщины. Почему? Я думаю, вопросов не будет. Ситуации с агентами, агентствами и так далее. Скажу так, что люди, все мои партнеры, все мои коллеги и конкуренты, и прочие-прочие, все, кто работает в рынке недвижимости, собственно говоря, всегда есть одно единственное правило. Кто хорошо работает, у того все хорошо с клиентами. На данный момент все то же самое происходит. То есть действительно есть люди, у которых я знакомлюсь с новыми представителями рынка недвижимости с той стороны, когда я, например, представляю продавца, с другой стороны представляют покупателя. И наоборот. Общаюсь. Действительно есть люди, которые не очень хорошо компетентны, которые не очень хорошо разбираются в вопросе, которые не так давно в этом деле и так далее. И многие действительно жалуются. Знаю, что жалуются многие агентства недвижимости. Но у хороших специалистов, мы сейчас говорим не только про риелторов, а в целом про хороших специалистов, про ипотечных брокеров, про регистраторов и прочих-прочих участников, с работой все хорошо, сделки идут, клиенты есть, заявки есть и так далее. Такие перспективы ждут в ближайшее время, сейчас у нас октябрь, соответственно скоро нас ждет похолодание, нас ждут морозы, снег, заморозки, метели и прочее. Я думаю, что на рынок недвижимости у нас будет точно такая же заморозка придет, как говорят в одном известном сериале, зима близко. Поэтому я думаю, резких изменений недвижимости уже не будет в ближайшие 2-3 месяца. Ну, ждем новостей. Советы для тех, кто хочет продать квартиру, надо нащупать ту цену, по которой будет спрос. Соответственно, регулярно понижать ее, это при нормальной рекламе, хороших качественных фотографиях и видео. И делать выводы, количество замков, количество просмотров и предложения потенциальных покупателей. Если вы нащупали цену, по которой будет спрос, в принципе, тогда есть повод задуматься. Вы готовы за эту цену отдать квартиру или не готовы? Дальше решать по обстоятельствам. Что касается агент недвижимости и частных риэлторов и как у нас с работы. Здесь я, наверное, могу сказать за себя и за то, что я слышу от своих коллег. Большие агентства недвижимости, у которых была большая расходная часть на рекламу, на аренду дорогих офисов и прочего, многие закрываются. То есть практически каждый день мы слышим новости, что закрылись одни, закрылись другие. Если мы говорим про частных агентов, конечно, люди, которые пришли в эту профессию полгода, год назад, то есть которые просто набивали пока что себе руку, они ушли из этой профессии. То есть они нашли себе какую-то работу, где есть хотя бы какой-то оклад и какие-то гарантии. Потому что сейчас не самое время для них для старта. Если мы говорим про агентов с опытом, да, работа есть и жить на это вполне-таки можно. Но, конечно, это очень сильно отличается от того, что было год назад или даже просто элементарно до 21 числа. От себя в конце хотелось бы добавить несколько ключевых пунктов. Если вы собираетесь уехать из страны и хотите продать недвижимость, не продавайте недвижимость с большим дисконтом. Скорее всего, вы об этом пожалеете. Если ваша покупка связана с естественными бытовыми потребностями, то обращайте внимание на документы. На те самые квартиры по доверенностям, на те самые квартиры, которые продаются по заниженной цене. Будьте очень осторожны, потому что среди них могут быть как и откровенно мошеннические объявления, как и объявления по продаже квартир людей, которые вот-вот станут банкротами. То есть здесь сейчас будет важно привлекать обязательно юриста на сделку и все внимательно проверять. Опять же, если вас кто-то уговаривает купить новостройку, рассказывая про какие-то инвестиции и прочее, что что-то подорожает, но здесь уже просто элементарно включите голову. Здесь нужно немножечко здравого смысла для того, чтобы понять, что эта покупка будет ошибочной. Собственно, мы с вами доходим до логического завершения. Ради интереса зашел посмотреть, почем там квартиры в моем доме торгуются сегодня, для того, чтобы понимать. И вижу, что ничего не изменилось. Как были однушки с бабкиным ремонтом мизерной площади по 10-12 миллионов рублей, так они и остались. Соответственно, цена ниже 10 ни у кого не упала. Кто-то купит эту квартиру, большой вопрос. Как люди говорят, так она и будет висеть. Но, как говорится, на любой товар есть свой купец. Очень мне понравилась эта история, что ставка 0,1%, но при этом плюс 2-3 миллиона прикручивает к цене квартиры. Покупаете выгодно, на котловане, покупаете быстрее, бегите, инвестиции. Квартира вырастет в два раза. Херак, ситуация изменилась просто вот так вот кардинально. Люди уже мечтают вообще деньги свои забрать, чтобы хотя бы выйти в ноль. Или с небольшим убытком. А ведь многие продать так и не смогут. А это долговая яма. Банк тебе скажет, неси свои денюжки, ты должен, ты должен закрыть долг. Думайте, друзья, анализируйте, смотрите по сторонам, собирайте информацию и делайте в вашей голове выводы. Ведь вы все, ребятки, взрослые. Ставьте лайк этому ролику в качестве благодарности для людей, которые с вами открыто поделились информацией. В следующее воскресенье вас ждет большой выпуск из совсем другой страны. Это будет не Россия, это будет не Дубай, это будет кое-что интересное. Рай на земле или же ад? Все дешево, все красиво, всегда лето. Что это такое? Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. В следующее воскресенье вас ждет мега, просто мега шикарный выпуск. Уверен, он вам понравится. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok